Воздушность и осязаемая легкость, очарование и гармоничное, словно математически выверенная игра цвета и света. Именно такие ассоциации возникают, когда рассматриваешь картины Тамары Денисовой. Почти все работы с редким исключением на религиозную тематику. Купола храмов и соборы, ангелы, очертания икон, лики святых. Каждая работа погружает человека в тему религии. Мне было 34 года, когда меня крестили, призналась Тамара Владимировна. С тех пор художница через свое творчество пытается донести, что вера преображает душу и мысли и дает нам уверенность и силу. Куда бы ни шел человек, все равно дорога приведет к храму, независимо от того, какого он веры и исповедания. Если я была в Париже, там Ноттердам де Пари, собор парижской богоматери, там католическая вера, но у меня все равно пошла и много там людей приходит, чтобы посмотреть внутреннее убранство храма, интерьер, сам, независимо от веры и исповедания. Несколько лет назад Тамара Владимировна побывала в Париже, городе поэтов и художников, городе вечной любви и праздника. Под впечатлением от французской столицы наша героиня решила посвятить Парижу целый цикл работ, в котором особое место занимает знаменитый Ноттердам де Пари. Все полотна в любимых Тамаре Владимировне синих, лиловых и серых цветах. Эту гамму часто использовали и знаменитые французские живописцы, называя жемчужные тона эталоном изысканности и элегантности. Кстати, на вернисаже художница поместила французские пейзажи рядом с брестскими, тем самым смело противопоставляя Брест Парижу, находя в городе над Богом не меньшее очарование. 12 век Ноттердам де Пари. И Брестя наша тоже 12 век. Как развивалась цивилизация. Ну это по истории, как сходил ледник, Брестя еще не было, потом построила, а вот тогда Париж уже возвышался. Вернисаж Тамара Денисовой не является итогом творческого пути. Наоборот, своей выставкой художница подемонстрировала новую творческую ступеньку, новый взгляд и новое мировоззрение. Свою дорогу к храму, который она безусловно нашла. Об этом свидетельствовали не только ее камерные, одухотворенные и лиричные работы. Эту особенность отметили коллеги, друзья и все те, кто пришел поздравить именинницу с юбилеем и новым творческим этапом. Теперь, как никогда прежде, мы в ее работах очень много видим солнца. Это свет души прежде всего, свет любви. Недаром выставка называется «Дорога к храму». Художница уверенно идет по этому миру. И той, может быть, немножко отстраненности романтической, которая была в работах, стала меньше, а стало больше любви к этой земле. Отсюда появились яркие краски, чистые, светлые краски в ее работах, которых меньше было прежде. Я ни разу не видел работы этого художника, этой художницы в такой большой экспозиции. Постоянно видишь где-то на сборных выставках. И когда видишь работы на персональной выставке, начинаешь немножко понимать суть творчества, понимать характер художника, автора. Вот. Ну, я еще раз повторюсь, я под впечатлением от этих работ. Вот. Насколько они такие гармоничные по цвету, по колориту. Символично, что каждая персональная выставка Тамары Денисовой проходит в стенах музея спасенной художественной ценности. И каждый раз в знак благодарности и долгой дружбы виновница торжества дает учреждению культуры одну из своих работ. Эта добрая традиция продолжилась и в этом году. Видеть картины, познакомиться с творчеством Тамары Денисовой может каждый желающий на вернисаже, который будет работать до 1 марта.